Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас пятница, 12 января 2024 года. А новости у нас следующие. В Латвии решили спасать планету. И вы знаете как? Вырубая леса, спасать планету. Ой, давайте разберемся подробнее. В Латвии наше относительно новое Министерство климата и энергетики, кажется, решило доказать, что оно недаром ест хлеб и дышит кислородом. Пока оно еще не замахнулось на траектории движения галактик и формирования черных дыр. Друзья, не могу. Не могу спокойно эти новости. Ой, ой, тут на трезвую голову нельзя. Сейчас я. Сейчас разберемся. За ваше здоровье, друзья, не могу. Но уже готова контролировать замысел Божьей на грешной земле. Друзья, смех и грех. Не само, конечно, а по подсказке неутомимых выдумщиков из Брюсселя. Но от этого ни нам, ни природе не легче. Я немножко остановлюсь, друзья. Ну, как обычно, не могу. Я как-то вел передачи свои новостные. Я затрагивал эту тему, друзья, про вырубание леса. К чему это все делается? Дороги какие-то лепятся и вообще не понимают. Вырубают, дороги настраивают. Просто засыпают дороги, а там никто не ездит. Сейчас, друзья, выпущу съемку. Там снег шурует. Да жулик, ну, ему как разжигает. Вот прям я начинаю, его надо на улицу. Я его только покормил недавно. Так продолжаю дальше. Выдумщиков из Брюсселя. Но от этого ни нам, ни природе не легче. Меняем старые деревья на новые. Продолжаем дальше. Помнится, в школе на природоведении нас учили, что леса – это легкие планеты. Помните? Помните. Забирают у атмосферы углерод, взамен отдавая кислород. Леса, естественно. Так вот, ведомство Каспара-Мелниса заявило, что в Латвии способом достижения климатических целей выбрано. Выбрано, друзья. Вырубка старых лесов. Старых лесов. Журналисты его упрекнули, что ничего лучше в министерстве не придумали. Как сообщила программа ТВ-3, ничего личного. В течение следующих семи лет европейские страны должны быстро сократить выбросы вредных парниковых газов в атмосферу. Латвия планирует сделать это путем замены старых лесов молодыми деревьями, что является единственным планом правительства. Жулик теперь выбежал вот здесь вот. На природу он лает. На леса. Сейчас пойду, закрою окно. Да я говорю, прямой эфир, друзья. Ну ладно, ничего страшного. Зато про семочку нашего не будете забывать. Дальше продолжаю. Согласно европейским нормам и директивам, страны должны стать климатически нейтральными и улавливать и хранить весь углерод, который они выбрасывают в атмосферу. Государство пока не разрешает исследования технологий хранения. Не разрешает, повторяю, исследования технологий хранения. Но планирует вырубить старые леса и посадить на их месте новые, которые поглощают много углерода. Вот сейчас точечку поставлю. Да, видим мы эти вырубаемые леса и вырубленные леса. А сколько они сот лет будут восстанавливаться? Это как минимум надо сто лет. Ну минимум растут 50, 50, 70, 80 лет. Вот эти вот сосны. В основном сосны мы видим, садят. Остальных мы не видим. Сколько, повторяю, сот лет надо, ну сто лет давайте, да, возьмем, чтобы восстановилось даже навряд ли. Навряд ли, друзья. Так вот, смотрите, Латвия должна сократить выбросы СО2 или углекислого газа на 17% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году. План, план, как это сделать, пока не готов. Сейчас я вам подождите, друзья. Но его контуры намечены в коридорах министерств. Отмечается программе. Ставлю жирную точку, объясню вам. Сейчас сразу все поймете. Смотрите, план, как это сделать, пока не готов. Вам это что-то напоминает? Про новый проект Ролибалтика, про узкоколейку? А? Напоминает? Про план, про то, про сё. И в итоге что? Вообще не было. В какой там, в первой очереди, не то во второй, вот сейчас уже придумали. Так, в первую очередь мимо Риги пойдет, оказалось. И в итоге так же и вот с лесами, друзья, у нас. И вот так во всем. Все, дальше продолжать. Вы поняли суть. В чьем подъезде суть? Вы понимаете теперь, а? Вот. Вот, 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 вот. К 30-му году узкоколейка там. Все, и в итоге, я повторяю, не фигурировал, даже и не было мысли, в какой, на какой очереди будет. Все, будет заходить в аэропорт, будет в Ригу и погнало, будет Ролибалтика, будут скоростные поезда. В итоге что? По деревням он туда, и сразу из Сталина в Вильнюс. На первом этапе. А первоначально вы не слышали, помните? Не было таких. Вот и министр тоже отвечал вчера на вопросы. Он вообще уходил от этой темы. Что-то буровил, буровил. Да, мы будем, мы так, что... Ему задает вопрос. Да. Ну, телеведущий задает. Я не буду говорить, без разницы, друзья. Что там, чего, да. Задает вопрос. Конкретный. Так он начинает уходить от темы. Да, вот. Ему же сказали, не фигурировал. Не говорилось же про первый этап или второй. Сколько там этапов не было. Я так и... Я выключил, вообще не стал слушать. Мне просто, знаете... Тогда дальше, друзья, послушаем сказку. Да, 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 да. Вот эту лапшу. Ой, стесняюсь спросить, А как в министерстве собирается улавливать и хранить весь углерод, выделяемый в атмосферу самими латвийцами? Никто не будет удовлетворен. Программе латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр Мелнес поклялся, что вырубка... Ну, я не про это министра вам говорил сейчас, вот чуть-чуть, чуть выше. Да. Что вырубка – не единственный способ сокращения выбросов. И тише твою мать. Вырубка люсов – это уже считается сокращением выбросов. Да прямо скажите, что вам диктует, что нужно делать, и все. Мы ничего не можем с этим поделать. Вы же где мы? Ну, где мы находимся? Мы в Европейском Союзе. Там все давно повырублено. А в отдельных взятых странах свои лиса не трогают почему-то. А? Ну, не трогают, друзья. Или вы такое не слышали? А наши вырубают. Хорошо. Продолжаем дальше. Например, увеличение закупок электромобилей для муниципалитетов и предпринимателей. Также, по словам министра, ну да, лиса повырубаем. Это все повырубаем. Еще раз повторяю. Это сколько? Одна сосеночка, вот маленький вот такой росточек посадят. Сколько десятков лет, чтобы вырос человеческий рост? Ну, чуть выше. Три метра. Пять метров. Это 20 лет надо, да? А чтобы выросло он хотя бы до 15 метров, до 10 метров? Сколько? Ну, вы знаете прекрасно. Если не знаете, скажу вам. 50-100 лет. О, господи. Друзья, да, тяжелый, конечно, тоже это тяжелый вопрос. Ну, такую тупость, такую тупость. Электромобилей. Ну, да, конечно. Одни начинают впихивать, другие начинают впихивать. В аптеках нам еще одни начинают впихивать. В магазинах продукты нам еще одни начинают впихивать. Ой, друзья. Также, по словам министра, необходимо будет продолжить продвижение, утепление домов. А также стимулирование использования древесины при строительстве домов. Инкапсулируя, таким образом, выбросы, уже накопленные в древесине. И тише, твою мать. Да вы вот про это утепление домов. Нам надо тысячу лет, чтобы утеплить. Вот такими темпами, как минимум. Как минимум 900 лет, чтобы нам утеплить все дома. Вот такими темпами. По 2-3 дома в год. Но в отдельно взятом населенном пункте. Ну, посчитайте. Уже накопленные в древесине. Блин, друзья. На просьбу прокомментировать ранее объявленное сообщение о вырубке старых лесов и посадке новых, как единственном плане Латвии по достижению климатических целей, Мелны сказал, что в связи с этим, в связи с этим пунктом, плана, еще нужно будет провести работу в сотрудничестве с экологическими организациями и министерствами экономики и сельского хозяйства. Поскольку необходимо учитывать несколько факторов. А леса вовсю уже вырублены и вырубаются, продолжают вырубаться. Так везде у нас, друзья. Они наплетут, наплели, а даже не плели ничего. Сразу начали хлобысь. Смотришь, уже того нет, сего нет. И вот так во всех у нас отраслях. Или же вообще ничего не делается. Ну, других отраслях. Вот в другое место они влазят своим носом. Да, друзья. Догадайтесь, в какие. По словам министра, самой большой проблемой будет сбалансировать оценки и взгляды различных экспертов относительно факторов, влияющих на окружающую среду. Мелни заявил, что в любом случае окончательный вариант будет компромиссным, поскольку никто не будет удовлетворен. И это пугает. Пересмотр механизма. Далее. Разбираемся. Среди неудовлетворенных, неудовлетворенных, Виестурс Керус, председатель правления Латвийского общества, орнитологов, который считает, что уничтожение старых лесов было бы безумием. Вот это я хотел ранее, но не стал, потому что знал, что здесь он будет. Ну, друзья, вы представляете, ну, хлора, фауна, ну, насекомые, птички, животные, куда все это поденется, куда исчезнет навсегда. Больше не восстановить. Я так говорю, уже не... Ну, да, около тысячи лет надо было, как минимум, чтобы восстановить. Вы не ослышали. Я не оговорился. Сколько сотен тысяч лет природа существовала сама по себе? Нет. Нет. Ну, ясно. Под диктовку. Он пояснил, что когда вырубают старый лес, вот, пожалуйста, удерживаемый в нем углерод рано или поздно будет выброшен обратно в атмосферу, продолжая способствовать изменению климата. Но новый лес не сможет изолировать его обратно. Пока он не состарится сам. Ну, про что я вам и говорю. Углерод, хранящийся в древесине, быстрее всего выбрасывается в атмосферу при сжигании древесины. При строительстве деревянного дома или изготовлении мебели углерод теоретически может сохраняться дольше. Но в реальной жизни этого не происходит. Секвестрация углерода и в изделиях из древесины не способна компенсировать снижение секвестрации в лесу. Блин. Тут напиться точно можно. За ваше здоровье. Дальше. Старые леса удерживают гораздо больше углерода, чем считалось ранее. Согласно новому исследованию, леса удерживают в два раза больше согревающего планету углерода, чем считалось ранее. Исследование с использованием лазера и 3D сканирование показало, что особую роль в борьбе с изменением климата играют старые деревья. Восстанавливающиеся после вырубок леса выделяют больше углерода, чем поглощают. Главным его источником становится поврежденная лесорубами почва. Ой, друзья, вы, наверное, проезжая, видите, как там понаворочено. Мы как-то видео снимали. Вот где мы чернику собираем. Там такие колеса огромадные. Там все перебурровили. Там подняли. В общем, там плывун один. Все, нету там больше ничего. Там ни растительного слоя, там ничего. И пеньки стоят. Главным его источником становятся поврежденные лесорубами почвы, повторяю, и гниющие остатки древесины. Ранее, напротив, ученые полагали, что быстро растущие молодые деревья поглощают углерода больше, чем выделяются из-за вырубки. Полученные данные требуют пересмотра механизма лесозаготовок, а также пересчета биомассы поврежденных тропических лесов. результаты исследования опубликованы в журнале, ну, в таком-то, американском каком-то журнале, без разницы. Как же нам задержать выделение деревьями углерода в атмосферу? Быть может, заказать нашим латвийским столерам фигуры депутатов и министров полный рост? И для верности, чтобы уже ничего не выделяли, покрыть толстым слоем лака. А теперь, друзья, послушайте, далее, налог на салфетки. Зашибись живем, да, друзья? Зашибись. Какое время живем? Маленькая женщина. Необходимости подобной меры подталкивает еще одна мера, рассматриваемая в Сейме Латвии в конце ноября прошлого года, естественно, в 23-м, бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала увеличение налога на природные салфетки в 10 раз до 12 евро 20 центов за килограмм. Ну вот, друзья, это еще одно подтверждение. Вот я про леса вам говорил и то, вот про распоряжение Брюсселя. Ну не зря же создали это Министерство Климата. Ну не зря, друзья. Да, да, да. Чтобы дальше разграбливать, разбазаривать наши природные ресурсы. А какие у нас природные ресурсы? Какие у нас полены ископаемые? Вот он, лес, господи, друзья. Осталось-то все. Торф, лес. Ничего больше нет. Все. Вот, чтобы вот это вот все вывести отсюда полностью. А больше ничего нет. последние сахарные заводы растащили, разграбили. Все. Ну, уничтожили. Предлог. Они содержат пластмассу. Правительстве предлагают для ухода за детьми и в основном за стариками использовать пеленки и тряпки. Ну, теперь дальше будете продолжать. Да, мы своих вырастили. Все. А может, депутатам и министрам, ну и вы, конечно, вырастили. А может, депутатам и министрам стоило бы устроить прямо в кабинете министров выездной мастер-класс на тему «Как чистить беспомощных стариков с помощью мокрой тряпки». Ой, друзья, лучик технического прогресса и цивилизации коснулся такой неблагодарной сферы, как уход за старыми людьми. Однако, наши в кавычках реформаторы, ну реформаторы, господи, вы знаете, про кавалит, что идет реформатор. Это одно слово только реформатор. Тут даже не относятся. Какие-то реформы. Это не реформа. Однако, наши реформаторы и поборники зеленого мышления зеленого мышления предлагают вернуться в древность, вытираться сначала тряпками, а затем, вероятно, мхом. Ну а где они мок возьмут? Впрочем, каким мхом? Ну я просто забежал вперед. Каким мхом? Ну, он исчезнет вместе со старым лесом. Ну, может быть, кто-то это уже слышал, друзья. Да, я уже затрагивал неоднократно частично и не только частично про вырубку лесов у нас полным ходом идет. И, в частности, наш младший сын Андрей, у него канал серверок латышскими, английскими буквами. Большая просьба. Повторяю, латышскими либо английскими буквами серверок наберите, и у вас выскочит вот этот канал серверок. серверок, пожалуйста, посмотрите видео, если вам не трудно. Подпишитесь на его канал, поддержите. Большая просьба. Я как папа родной ему, да, младшенький сынок наш, да, сынок, которому уже скоро 40 лет будет, да, но, ну, чем подрастают все когда-то становятся взрослыми, так же самое, как и мы. Помните, как мы бегали маленькие, еще дошкольники, потом в первый класс пошли и так далее, друзья, так же и вот и лес. Видите, как мы растем? Вроде кажется, быстро, а посчитать, вот смотрите, мне в этом году уже 64 года будет. Повторяю, 12 июня, я 1960 года рождения, никакого тут нету секрета. Да, сколько я рос? Лет 64 почти года. Так и не вырос. Вес, рост, не наладка, без разницы, да, ну, главное, вырос до взрослого состояния. Ай, друзья, ну, пятница понесла, стапа. А я новость закончил, друзья, все. Ну, продолжаем. За ваше здоровье. За, вот это вот, чтобы, за прекращение вот этого безобразия. Друзья, я к чему, чего добиваюсь? Чтобы здесь был порядок и чтобы люди жили, повторяю, достойно, достойно. Ничего больше не надо, не требуется. в достатке. Ну, всем, естественно, всем, друзья, желаю здоровья от имени нашего канала. Самое главное здоровье. Ну, а здоровье-то нам опять же, посмотрите, вот вредят нашему здоровью кто? Вот эти вот, вот, вот что вытворяют даже вот, смотрите, леса вырубают. Вырубают. А кто их заставляет? Ага, заставляет оттуда, оттуда. Поначалу сами, мы же не были в Евросоюзе, мы только 2004 года. Сами кто, и то там, ой, трудно было вырубить, друзья, ой, как вылавливали, как штрафовали, ой-ой-ой-ой-ой, до тюремы сроков, возможно, доходило. Но до конфискации тракторов это точно доходило. Попробуйте, идите, вырубите. Без разрешения. А сейчас что творится? Я про лес, говорю, про вырубку лесов. Да, легкие планеты. А теперь что? Уже они нелегкие. Вот к чему, друзья, вот к чему это все приводит. Спасибо большое вам, что вы выслушали вот эту новость. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Большая просьба, поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь с друзьями в социальных сетях. Еще раз всем спасибо. Спасибо большое за поддержку. Хороших вам предстоящих выходных. Сегодня пятница у нас. Да, идет снег. Да, так идет. Сначала шел такой помельче, потом покрупнее. Ну, часто. Сейчас мелкий, но часто. заносы уже. Уже у нас даже под нашим навесом снег. Снег вот такими вот такие ребрами, такими, знаете, бугорками. Под навесом, под нашим. Терраски, терраски. Терраски. Даже на машину хоть какой навес сделай, широкий или низкий. Как мне писали там в комментариях, Сергей, да вы неправильный навес. Надо было ниже. Ну, всегда умников находится. Я нет, я не обижаюсь, все нормально. Конечно же, пишите комментарии. Почему? Посмеемся, пообсуждаем, поговорим, да, 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 попишем, не попишем, без разницы, почитаем. Конечно же, друзья. Но это будет очень огромнейшая поддержка нашему каналу. Вот эти комментарии. Почему я прошу всегда лайки. Есть супер лайк, друзья, ну, господи, что-то забываю сказать. Супер лайк. Там доллар такой, да, ну, кому не трудно, поставьте. Я же банковский счет вам не преподношу, как другие. Сначала банковские счета, никакого описания, ничего, одни банковские счета. Но это их дело, конечно. Я просто так говорю. На ус наматываю себе и вам. Да, друзья, еще раз хороших вам предстоящих выходных, но, но, долго не буду про погоду. Готовьтесь, готовьте лопаты, повторяю и повторюсь, чтобы вы были подготовлены. Лопаты, чистить снег, берегите осторожней на дорогах, друзья, заносы будут сегодня, завтра. Вообще, вот эти ближайшие неделю 10 дней снега будет море, море. Так же и морозы. И опять же будут перепады, но уже оттепели. Долго не будет, друзья. До нуля упадет, может быть, сегодня, завтра. И все. И несколько, 10, либо 2 недели, друзья, как минимум. Все. Зима, а что мы хотели и вы хотели? Нет. Зима должна быть зимой. Надо на коньках покататься. Еще поедем кататься. Поеду, да. Да, скорее всего, по нашей реке Лиэлопы. Да, поеду. Поедем с Наташей. Она у меня как ангел хранит. Кто-то там написал спасибо большое вам, конечно. Ну, а вдруг чего? А кто? А никто и не видит, так и бульк, и все. А та хоть сообщит, что произошел бульк. Моего хирожа ловить надо там на устье где-нибудь, не дай его. Ой. Ну, мы сначала, конечно, проверим. Прежде чем выходить на лед реки Лиэлопа, естественно, естественно, друзья, будут морозы, будут. И восьмиградусные, и десятиградусные. Ой, какие большие. Да, для нас это большие морозы. Хватит, нам больше не надо. Все, заканчиваю. Остапа несет. Тут еще немножко осталось. Друзья, за вас здоровье. Ой. Хоньячок под шашлычок. Все, друзья, до свидания. Здоровичка вам. До следующих видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok